Хюрем – самая завораживающая героиня сериала «Великолепный век» и крупная историческая фигура, о которой слагают множество легенд. Если верить легендарным сказаниям, то имя ее Анастасия или Александра Гавриловна Лисовская. И совершенно точно можно утверждать о том, что Хюрем Султан была славянского происхождения. Также ее еще называют красивым именем Роксолана. Именно под этим именем она известна в Европе. Впервые этим именем ее назвал посол Священной Римской империи. Как нам известно из сюжета, девушку взяли в плен турки и насильно привезли в Стамбул, где в скором времени ее выкупил Ибрагим Паша. Именно с момента появления Александры в стенах Султанского дворца ход истории османского мира кардинально изменился. Хюрем, благодаря своему дерзкому характеру, в короткий срок смогла стать любимой наложницей Сулеймана. А вскоре она родила ему пять шахзаде, один из которых стал правителем мира после смерти султана Сулеймана. Хюрем настолько сильно смогла одурманить голову великому падишаху, что он даже заключил с ней священный никях, став первым падишахом Османской империи, женившимся на рабыне из своего гарема. Хюрем умерла в возрасте 56 лет, в апреле 1558 года. Так как многие официальные документы времен правления султана Великолепного были утеряны, существует несколько причин смерти османской султанши, самыми правдивыми из которых могут быть. Ее могли отравить недоброжелатели, что неоднократно пытались сделать за всю ее жизнь. Она могла умереть из-за болезни сердца, этот недуг мог развиться после смерти ее сына Джохангира. В документах сказано, что Хюрем очень болезненно перенесла его кончину. В 16 веке медицина была очень слабо развита. Многие хронические заболевания не могли диагностировать, и они в скором времени перерастали в онкологию, от которой, как показано в сериале, и скончалась Хюрем. Через год после ее смерти тело Хюрем перенесли в специально построенный для нее мавзолей Хосеки Хюрем Султан. Видно, что Сулейман сильно любил свою Хюрем. Он приказал украсить мавзолей изысканными керамическими изразцами, на которых были изображены райские сады, а также были нанесены стихи, которые были написаны самим Сулейманом в честь ее прекрасной улыбки. Многочисленные сериалы, снятые о жизни Хюрем Султан, меркнут перед работой турецких режиссеров. Речь идет о телесериале «Великолепный век». Роль Роксоланы сыграла прекрасная актриса Мерье Музерли. Специалисты, работающие над картиной, сравнивали фотоартистки и изображения с Хюрем, и пришли к выводу, что девушки похожи. А историки окрестили сериал псевдодокументальным, так как слишком большое количество фактов, представленных как правда, не соответствовали действительности. А на сегодня у нас все, ребята. Подписываемся на канал, ставим лайк и про комментарии не забываем. Всем добра и удачи!